Чувствую волнение, волнение и радость, потому что мечтала об этом постоянно и очень долгие годы, но никогда не думала, что это сбудется так быстро. Волнуюсь от того, что такая ответственность, волнуюсь от того, что представляю Россию на этой сцене, и волнуюсь от того, что там в зале сидят мне очень близкие и родные люди. Я не могу их подвести. Что хотите передать в своей речи? Хочу передать в своей речи, что в этой жизни все возможно. Что нужно просто захотеть, и чудеса сбываются. Что только мы строим свою судьбу, и только мы строим свое будущее. И никто за нас его не должен строить, потому что чужие мечты – это не наши. Наши мечты должны доплощаться. И мы это можем. Та Тиана, Ермакова Старма스터님. И сегодня мне выпала честь выступать на Академии Успеха в Корее. Сколько раз я представляла, как стою на этой сцене. Передо мной многотысячный зал. И я говорю для вас. Неоднократно я вночила эту мечту в свой жизненный сценарий. И вот я здесь. Есть такая притча. Человек никак не мог поверить в чудо. И сказал Господу – увижу, поверю. На что Господь ему ответил – поверишь – увидишь. Поэтому верьте, и в вашей жизни обязательно начнутся чудеса. Многие, когда заполняют жизненный сценарий, даже не представляют, что они составляют план основных событий своей жизни. А ведь именно он дает большую уверенность в том, что цели начнут сбываться не случайно, а потому что этого хотите вы. Еще в 2019 году на первое место в колесе баланса я ставила семью. Но сейчас здоровье стало для меня приоритетом. Ведь как же я смогу позаботиться о родных мне людях, если не смогу позаботиться о себе? Я слежу за своим здоровьем и стараюсь быть счастливой. Как и каждый из вас, хочу дать своей семье все, чем она нуждается. Я помогла детям встать на ноги, не испытывая особенных сложностей. Ведь в сатоме это возможно! Также одно из основных мест занимает бизнес. В начале моей задачей было расширение малой ветки. Я до сих пор много езжу по стране и активно провожу встречи с партнерами. Без внимания я не оставляю и благотворительность. Как говорят, если левой рукой получаешь, правой рукой отдавай. Жизненный сценарий – это дом для наших целей. И мы вносим в жизненный сценарий все то, что в начале пишем в еженедельник. Мой вам совет – пишите все авторучкой. Как говорят в России, что написано пером – не вырубить тупором. И, конечно, самое главное – принимать участие в этой работе должен не только мозг, но и душа, и сердце. Тогда у вас все получится. Вы станете успешными, любимыми и щедрыми людьми. И вы даже не заметите, как настанет тот день, и вас пригласят на Академию Успеха для награждения, потому что вы закроете статус империал-мастера. Вы купите себе самую красивую одежду, придете в зал со своей командой, и это будет ваш день. И настанет момент, когда вы услышите «Для награждения на сцену приглашается империал-мастер» и звучит ваше имя. Еле сдерживая волнение, вы выходите на сцену, вам дают слово, вы поворачиваетесь в зал, и все прожектора на вас, и все глаза смотрят на вас, и все аплодисменты вам. Вы хотите сказать свою речь, но от волнения комок застрял в горле и перехватило дыхание. И вдруг в первых рядах вы видите своего спонсора. Улыбаясь, она кивнула вам головой в знак поддержки, и страх прошел. Появилась уверенность, как тогда, в самом начале пути, и ваша речь началась. Откройте свою душу навстречу целям и мечтам. Верьте в успех. Заполняйте жизненный сценарий. И дайте Богу возможность помочь вам. У вас обязательно все получится. Вы великие люди! Ура!